Серёжа, на час рассчитывай, я больше часа не буду. Господи, благослови наше занятие, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Всё услышанное здесь, Господи, раствори веру, дай силы исполнить. И пошли людей на нашем пути, которым мы могли бы поделиться этой благой вестью, что Ты умер за нас. Господи, воскрес, и ждёшь на небесах. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Лен. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Макфея, 17 глава, 2 стих. И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделали с белыми, как свет. Толкование. Возводит их на высокую гору, дабы показать, что тот, кто не возвысится над земным, не достоин таких боджественных созерцаний. Возводит одних, потому что он имел обыкновение славнейшие чудеса совершать в тайне, дабы, видя его божество, не подумали, что он человек только по привидению. Когда же слышишь о его преображении, не думай, что он слагал с себя тело. Оно оставалось в своем виде, так как ты слышишь и о лице его, и об одежде. Он только сделался светлее, когда в нем несколько, сколько возможно было видеть, просияло божество. Почему он и назвал прежде преображение царством божиим. 16 глава, 28 стих. Так как через неизреченное просветление лица Иисусова, оно показало неизреченную власть его, и явило, что он есть истинный сын отца, и представило славу его второго пришествия. Вот преображение. Почему вот он в тайне вот эти вот великие дела делал, а не явно? Кто помнит? Почему он не всех учеников к себе позвал, а только троих? Почему не одного? Почему именно этих? Такие вопросы. Кто может так видеть? Можете? А не для всех это значит нужно было. Приджи какие-то. Ну вот, не для всех. Было 12 его конкретных учеников. Все мы верим, что они на небесах. Почему здесь он разделил именно в этом периоде? Как это он у остальных отверг, то есть только трое его застойли, а у остальных 9? Что значит не для всех? То есть в притчах это другое место. А здесь по преображению говорится. Когда говорится о притчах... Одни люди внимательно слушали проповедь Христа и задавали вопросы. Он говорит, вам дано знать, Царствие Божие. А остальные притчи, они в одно ухо влетело, им это не надо. Вот как и многим у нас, им это не надо, их нету с нами. И некоторые остаются, им тоже это не надо. Очень хорошо, спаси Христос тебя. А здесь преображение. С праздниками тебе. Что такое преображение? То есть Господь показывает свое божество. То есть на горе преображение... Валера позвонил в Сокольских, у него машина сломалась. И завис, короче говоря, он. Ну не сейчас, а еще вчера. И говорит, и пришлось в храмы ходить там у себя. В храмах был. Сейчас машиной занимается, делает машину. Ну говорит, у меня все нормально, говорит, ничего, все, со здоровьем, все нормально. Ну про Лену ничего не сказал. Передавал всем поклон, поздравлял с праздниками. Вот так вот брат отзвонился. Вот это вот община называется. Брат впереди видит нечто выше, чем земное. Попросил, чтобы помолились, конечно. Вот это вот по-братски. А вот у Василия заболеет, даже никто не знает. Есть живой, мертвый, даже ничего не... Телефон не подключает. Но нам, значит, надо звонить ему. Куда нам? На деревню дедушки? У него телефона нету. И не хочет иметь его. Нам надо звонить. Как тебе скажут, лучше молчи сиди. Вот что-нибудь, что до них попасть? Молись. Определять его надо. Чтобы иметь телефон, нужно иметь жилье с электричеством. А у него жилье без электричества. Да ему предлагали, что он мог здесь на неделю зарядить. Самый дешевый взять телефон, долго играющий. Не есть такие. На неделю ему бы хватало. И мой брат подарил, так он где? Я ему давал телефон. Нет, ему не надо. Ты не забывай, что у него дома еще холодно. У него телефон сразу разрядится. Да, он разрядится. Только стоит от себя убрать. Нет. На поясе не разрядится. На поясе. Не разрядится. На теле постоянно не зарядится. Брат, ты тоже адвокат хороший. У него разрядится. Вы вообще пил. Это уже как все разряде. Так. Итак, я повторяю вопрос. Почему произошло такое разделение? Кто знает? Ответ. Сережа, хватит тянуть. Давай, говори сам. Никто ничего не знает. Давай, рассказывай нам. Скажи быстренько. Крутко и кротко. Коротко и кротко. И все. Никто не знает, Сережа. Давай. Никто не знает. Ну я знаю, так ты и говори. Так я вообще много чего знаю. Ты говори. Нет. Я ведущий. Я вопрос задаю. Молодец какой. Я ведущий. Я хочу, чтобы... Во-первых, если такое бы показали, показали, Христос показал бы такое чудо. Это чудо настоящее. Вот вообще всем людям взял бы и перед всеми так вот преобразился. То что бы получилось? То же самое, что при Моисее. Все упали вот так и начали уже на Моисея молиться. И он говорит, вы что делаете так? Ну как что? От тебя прям вот идет пламя такое солнечное. Мы не можем смотреть. Ты, наверное, Бог. И он говорит, вы что? Это Господь лицезрелый. Я там его, и видите, что... И для немощи, ради немощи своих братьев он покров на себя наложил. И разговаривал только через покров. Так это как отразилось. Они до сих пор... Мусульмане... Ой, мусульмане. Евреи, когда молятся, они покрываются вот так вот. Не у них это покрытая голова все время. Вот то, что они вспоминают Моисея. Именно поэтому. Поэтому и здесь то же самое бы вышло, и все бы сказали, да это Бог, ясно. А Христу нельзя было еще являться как Господу, потому что не все домостроительство спасения человеческого было доделано им до конца. Ну, там еще один момент есть, что почему именно троих взял, предполагается из-за того, чтобы Иуду не брать. Иуда не должен был это видеть. Другие бы могли видеть, а предатель не мог. Ну, как предполагают это. Поэтому взял тех, которые были ему ближе. Один самый ревностный, другой любимый, а третий первый призванный. Если у тебя еще что есть, дополняй. Ну, да, версия про Иуду тоже имеет место. То есть, если бы он одного Иуду оставил бы, Иуда бы как бы обиделся. Да, тут ради Иуды вроде как до последнего его. Ну, и он же предвидел, что его будут распинать. И чтобы люди не соблазнились, что Бога распинают, если бы все знали, вот в этот момент. То есть, до времени. Он этим троим сказал, вы никому не сказываете до времени. А потом, когда уже воскреснут, тогда они смогут. А помните, когда он нам говорил, он же нас предупреждал, что я буду распинать и воскреснуть. То есть, все, всему свое время. Вот ради этого. Матфея, 17 глава, 3 стих. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Толкование. О чем беседовали? Об исходе, как говорит Лука 9, 31. О распятии. Для чего явились Моисей и Илья? Дабы показать, что он есть Господь закона и пророков, живых и мертвых. Ибо Илья был пророк и никогда не умирал. Помните, он был живым на небо. Второй пророк, кто помнит, как звали? Енох, Енох. Молодцы. Илья был пророк и никогда не умирал, а Моисей был законодавец и умер. Поэтому он и двоих взял. Воскрес, Моисей, для того, чтобы, видя Господа во гробе, ты не сомневался в том, что он восстанет. Прежде многих родов умерший, сгнивший и обратившийся в прах, он воскрешен, дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца, тем паче, может воскреснуть сам в третий день. Все видели ученики этого, они его, видимо, узнали, я не знаю, много же лет прошло, но как-то они его узнали. Когда газет не было, фотографий не было. Ну, поэтому написано беседовать. Беседовали, побеседовали, да. А они знали хорошо Священное Писание. Просто эти трое очень хорошо знали Священное Писание. Поэтому, если мы будем с тобой о ком-то беседовать, а сестры знают его, сразу поймут о ком. Вот сейчас не хватает этого человека. И если его вообще не будет, а мы еще живы будем, его просто катастрофически будет не хватать. Вот все вот эти вот, излистаем все вот эти учебники, чтобы доказать. А он-то говорил, он говорил. Я тебе говорил, что он говорил? А ты будешь упираться? Нет, я говорю, что вот он так говорил. Так ты думал об одном, а я думал, ты о другом говоришь. Нет, а я именно об этом. А нет, а мы сразу поняли, что о нем. Да, я думаю, что сестры поняли. Я и сказал, что ты, может, не поймешь, а сестры поймут. Если бы ты про книги не сказал, а если еще одного человека, которого нет, то что про него можно такое сказать, чтобы сразу догадались, что его нет? Кадила, чтобы в руках ходила? Вот он, легот на фону. Сразу проверяю, легот. Ну, это похоже на тот, который умер. На Моисея похоже на тот. Собоисей как будто зашел, надо покрыться. Я должен был ужать, поставить, сейчас уже собрание заканчивается. Я же говорю вам. Вчера, которые беседовали, сегодня утром встал, уже 400 посмотрели. Сейчас пришел полторы тысячи. Да я полторы тысячи вчера-то не видал людей. Я на это все время внимание обращаю. Возьму какой-нибудь ролик утром, посмотрю, ну и там потом раз, что-нибудь позанимаюсь чем-то. Опять смотрю, я не понял, тот же ролик, но я его досматриваю. Там сколько? Уже на 300 больше или на 500. У нас есть такие ролики, на которые 600 тысяч просмотров. Ролик 600 тысяч просмотров? А что это за ролик такой? Гусеница слетела у трактора. Самая маленькая собака. Долгая, да? Я объясню, чем люди интересуются. Мне гульдозер, что-то, достали. Я должен рассчитаться. А они приехали, дождь был. Я говорю, пойдемте за малиной. Я деньги взял с собой. И когда были в Малиннике, в это время позвонили, говорят, они приехали. Ну я иду к ним. А все говорят, думали, дед идет за расчетом, ему дать. А он сам платит. И платит такое. Где они такие дожищи даются? Ну, поработала там где-то 100 тысяч, знаешь, сколько-то. Ну и вот люди смотрят. А другое, шершней выжигаем, 530 тысяч. Шершней, как вы помолились там. Как бензин этот ильет туда, я зажигаю туда на фух. Я говорю, вот это для них Хиросима. Действительно Хиросима. И дальше гусеница слетела с трактора, как надевают. А там есть такая кнопка нажать. Самая популярная. Они у нас самые популярные люди ездят. Вот обычно как? Сделайте комментарии отключенные. Нельзя сделать комментарии. У меня ни одного такого нету. На все комментарии. А комментариями я разберусь, какую надо, какую нет. Ну, заходят и вот по телефону смотрят. Я не отвечаю. Алло, алло, он как матом загнул, положил, нападают. Ему не отвечаю. Поэтому, когда звоните, сразу говори. Звонит такая-то. И говорю то-то, такое-такое-то, чтобы я знал, что ты. Я тебя буду узнавать. Мне, когда они дают голос, они звонят, звонят и бросают наконец. Понимаешь, что телефон испорченный. Так, поехали. А он в этом, слушает и видит. Смотрите на меня последний раз. Сейчас вы не узнаете меня. Дабы доказать, что он есть Господь. Законы пророков живых и милотухих. Ибо Илья был пророком, никогда не умирал. А Моисей был законодавец. Галь, ты сейчас из Моисея пророков сделаешь. Засними его с волосами. Сейчас крестителя сделают из Моисея. Воскрес Моисей для того, чтобы, видя Господа во гробе, ты не сомневался в том, что он восстает. Прежде многих родов умерший, сгнивший и обратившийся в прах, он воскрешен, дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца, тем паче может воскреснуть сам в третий день. А кроме того, явился Моисей для того, чтобы показать, что Христос не противник закона и не враг Божий. Ибо иначе Моисей не стал бы говорить с противником своих дел. Илья, ревнитель, не явился бы врагу Божию. Сделано было это и для того, чтобы уничтожить сомнения тех, которые считали его Ильею или одним из пророков. Но почему ученики узнали, что явившиеся были Моисей и Илья? Вот вопрос я задавал. Фотографии же не было. Конечно, не по существовавшим их изображениям, ибо дело человеческие изображения тогда считалось беззаконным. Кажется, их узнали из того, что они говорили. Моисей, быть может, говорил, «Ты тот, которого страдания я предобразил закланием Агнца и совершением Пасхи». А Илья, «Ты тот, воскресение которого я предобразил в воскресении сына вдовицы» и тому подобное. «Являя же их ученикам, Господь научал последних быть подражателями первых». «Являя же их ученикам, Господь научал последних быть подражателями первых». Василий, заходи. Да пускай прочихается. Давай дальше. Покашляешься. Пускай прокашляться. Все у тебя здесь прочихается. То грязный, то непрочиханный. «Являя же ученикам, Господь научал последних быть подражателями первых. Быть кроткими и общительными, подобно Моисею, ревностными и непреклонными, когда нужно, подобно Ильи». И также готовыми терпеть самые опасности за истину, как тот и другой. Вот, казалось бы, два совершенно разных человека. Кроткий Моисея, ревностный Илья. И мы быть такими и должны. И кроткими, и ревностными. В зависимости от ситуации. Если тебя, твое «Я» задевает, нужно кротко промолчать, отвечать. Если за правду Божию, за истину, за Христа, мы, как Илья, задолжны. Но не так, чтобы до огня сниму, потому что это уже новый завет. Но, хотя бы громким голосом, заградить уста хулящих Бога. Можно? Кулаком священным. Я хотел про Моисея, про крутость Моисея сообщить. Вот когда он сходил со скрижалями и разбил их, о скрижале написал сам Господь. Две такие плитки каменные. И на них Господь прям начертал. Десять заповедей. Выжиг. Начертал, не знаю, там, выжиг или что. И лазарем сделал. И он когда шел там с Иисусом на винном, и говорит, шум какой-то, битву слышу я. Говорит, да нет, это не битва. А что? Это ликование. Что? И выходят они и смотрят, ой-ой-ой, что творится. Там быка сделали, тельца. А Аарон, брат его, священник, вылил тельца. И они там все поклоняются ему. И вокруг устроили игрище. Ямки там обжимаются. Ну, короче, всем хорошо целуются. И Моисей тогда говорит, кто за Господа? Кто за Господа? Станьте по правую руку мою. И встала сына ливийной. А они остальные не обращают внимания. Перепились уже и радуются этому тельцу. И говорит, проходите всех, кто поклонялся тельцу. Всех, говорит, вырезайте подряд. Ножи есть? Есть ножи. У кого нету, на, держи мой. Вперед. И они, говорит, заходили в шатры и резали всех, кто радовался тельцу. Как они там выбирали, не знаю. Допросы учиняли соседним. Радовался? Радовался тельцу? Радовался. На тебе. Нет, там не надо было допрашивать, кто... Они же разделились перед этим, кто за Господа. Да нет, не так немножко. Они предупредили. Если бы было так, то тогда бы их там было погибших нам чуть-чуть побольше. А тут всего три тысячи. Три тысячи семьсот всего. А их-то было шестьсот тысяч. Шестьсот три тысячи было. Мужиков-то шестьсот три еще было. Еще много их было. А всего три тысячи вырезали. Чуть больше. Нет, остальные, значит, перешли... Остальные, значит, не радовались. Остальные не радовались. Они не радовались, а были просто, ну... А что они тогда не перешли к Господу? Их они с него не зарезали? Он сказал, ливи. Ливи на коледо. Воины. Нет, встали ливи на коледо просто встало. А остальные, ну, между... Как говорится, кто там его победит, не знаем. Как революция... То есть там четкого разделения не было. Была еще третья... Как во время революции? Скажи, почему так долго была революция? Почему так долго у нас революция была? У нас революция была. Три года бились. Белые с красными. Хотя белых было всего-навсего при лучшем раскладе 60 тысяч. А красные заканчивали войну в Крыму 6 миллионов. И бились, и бились. Почему? Потому что с одной стороны были революционеры, кучка революционеров. С другой стороны были офицеры и так далее, ну, богатые люди, те, которые были за... Ну, ясно, продолжение той же линии, куда до этого вела монархия. А остальные были крестьяне и рабочие, которые стояли посреди них и ждали, кто победит. Просто ждали. И поэтому тут надо было проехаться, как женщине ездят. Мусульмане, потом бандиты, которые из тюрьмы выходят или в тюрьмах сидят. Они с женщинами ездят, почему? По ушам называется проехать. Навешать лапшу на уши. Понавешивают, понапишут декретов там. Я тебя люблю одну только и мать твою. И буду тебя любить вечно. И вот тут наколку такую, не забуду, мать родную, под мышками везде на спине колоколаки налепит он. Лишь бы только, чтобы тебе отдалась она. Все, отдалась, а дальше... Так, где тут следующее? Это уже отстраняется. Следующий начал лапшу вешать. Точно так же и большевики. Навешали лапши на уши. А этим аристократам на уши не позволяло вешать что? Совесть. У них совесть была у аристократов, понимаешь? Совесть у них была. Потому что у них было много богатств, им приходилось все время это слышать, обличение в храмах. Потому что все ходили в храмы. А революционеры сразу отвергли все храмы, поэтому у них они были полностью бессовестны. Им главное было дорваться до власти. Но они потом не знали, что с ней делать, а потом поняли, что делать. А крестьяне не успели вовремя. Даже казаки в начале, казаки, основная масса казаков. Хороший фильм, посмотрите, кто в интернете. Владимира Тимощенко. Владимира Тимощенко. Судьба казачества. Документальный фильм Владимира Тимощенко. О судьбах казачества. Наберете? Очень хороший фильм. Документальный. Недавно был по каналу Культура. И там как раз было показано, как были обмануты они. Лучшие люди пошли за красными в 18-м году. А потом поздно было. Уже когда увидели, что творят они с их родными и близкими. И он пишет, что Мирошниченко, красный командир был, Буденного учил, как делать армию. Он создал армию, конную первую. И по его станицам проходят и убивают. Он Ленину пишет. Владимир Ильич, дорогой, вы не представляете, что ваши коммунисты творят в наших деревнях. Они людей убивают, расстреливают. Недавно он там семью пол, 60 семей вместе с казаками, которых я хорошо знаю, вывели за овраг и там расстреляли. Вы понимаете, что коммунизм для людей сейчас, казаков наших и всех крестьян, это просто будут даже не люди, а это бесы, которые вырвались из преисподней, чтобы огненным катком прокатиться по России и всех уничтожить. Вы что делаете-то? Вы смотрите, и Ленин там заюлил, короче, его даже не расстреляли. А в 21-м году потихоньку убили, когда выиграл он все. Когда он создал армию и так далее. Вот что они делали. Вот так вот, вот так точное разделение и здесь тоже было. Одни стояли, смотрели, а там, что как будет-то, но Моисея правда долго не было, что он там, может, и уже погиб. А он же сказал, брат, тебя давно не было, они на меня насели, хотели побить. Ты к чему, что он не такой кроткий был бы, значит, этот кроткий? Я просто о кротости говорю, почему кроткий, Бог его называет кротким, я могу ли противоречить? Я просто рассказываю, как было, брат, я просто Библию тебе рассказываю, Ветхий Завет. И было убито 3700 своих, своих братьев, единокровных евреев, убито было. В чем кротость его? Кротость, нужно говорить, в чем кротость его? Да, Бог сказал, комсомол ответил, есть. Бог, а Бог? Почему так много людей у нас сейчас, до сих пор говорят, что Григорий Распутин, это просто проклятие, это бес, там начинают, это там рогатый, он там сколько там испортил, женщин там, пьяница там и так далее. А это единственный человек, который говорил царю, не начинай войну, погибнешь ты, а я с тобой, и все семейство твое погибнет. Единственный, кто рядом с ним стоял, единственный. И этого единственного целый заговор устроили, чтобы убить, чтобы царь не слышал этого, а царя совесть мучила, все время мучила. Он все время думал, как бы примириться с этим кайзером. Постоянно у него мысли эти были, как примириться. То это все потому, что одна совесть рядом была, этого человека верующего, который понимал, что не нужна эта вообще война. Она на ком отразиться, как говорят, бары бронятся, а у холопов что? Чубы трещат. И дотрещали на 2,5 миллиона в конце 17-го года, когда большевики Брестский мир объявили. И люди возрадовались. Вот как все подошло-то. И опять это на руку большевикам было. Опять они запустили эту утку. И на этой утке, кстати, они очень сильно выехали. Они там остановили эту войну на месяц. Но за ними пошли миллионы. А потом-то войну опять развязали. Опять воевали. Все равно воевали. Деваться-то некуда, немец-то прет дальше. Он бы мог им до Петрограда дойти. И тогда они туда революционных матросов. Тогда они туда революционных латышей. Тогда они туда революционных рабочих. А чем это от войны отличалось-то? Да ничем не отличалось. Армию развалили. Чтобы по ушам пройтись девице Красной России. А она девица оказалась. Уши развесила. Лапшу решила поесть призрачную. Присем Петр сказал Иисусу. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Толкование. Петр, по великой любви к Иисусу, не желая, чтобы он пострадал, говорит, хорошо нам здесь быть. Не ходить и не предаваться на смерть. Если бы кто и пришел сюда. У нас есть помощники. Моисей и Илья. Моисей одолел египтян. А Илья огонь свел с неба. Такими покажут себя они, когда придут сюда и наши враги. Так говорил он от великого страха. Сам не зная по замечанию Луки, что говорит. Необычайность видения так поразила его, того, что он сам не понимал надлежащим образом своих слов, желая Иисусу остаться на горе и не уходить и не страдать за нас. Впрочем, боясь показаться своенравным, он говорит, если хочешь. Вот тогда тихонький говорит. В этот момент зародилось монашиство. Да нет. Как бы так. Делаем трекуще, никуда не пойдем, страдать не надо. Если что, то... Мысль о монашестве родилась. Мысль. Мысль о монашестве, конечно. В начале было слово. Даже не о монашестве, а о монастыре. Вот у Петра. Тогда одобрил Христос это? Да нет, не одобрил. Дальше он уже потом, наверное, сатаной его за это называет. Отойди от меня, сатана его. Ты думаешь не о том, что Боже, что человеческое. Я вот сейчас начитываю Николая Николаевича Неплюева. И мне говорится иногда разговор о нем. Он как раз один из тех людей, у него были выступления в семинариях, академиях православных, ну и вообще в других общественных местах. И он везде говорил, как кино создавать братские общины. И что то, что сейчас в храмах творится, это все плоды атеизма. Вы плодите атеизм. То есть атеистов, не христиан, а именно атеизм, атеистов. Он об этом говорил, что будет и война, и все к этому идет. То есть это все ему тоже Господь открыл. Все видел, это прекрасно. И он предлагал свою программу, как из этого выйти из состояния. Что надо создавать такие же братские, вот эти братства, вот эти вот трудовые. Общины христиан. Общины, да. Проводить как этиизацию, то есть научать народ весь. Именно научать, чтобы христианин стал под водительство Духа Божия. Стал рожденным свыше. Он прямо об этом говорит, о рождении свыше. Есть, которые прислушались, а большинство, конечно, отвергли его. А брат, вот это вот слово, трудовые, то есть там что, чтобы они все, как бы одним коллективом зарабатывали. Одно из качеств у него. Типа колхозы там что-то были? Нет. Сейчас, подожди, я поясню. Ой, вот ледь зашла, интересно. Ну, там он... Это очень важно причем. Он хотел, чтобы там они семьи создавались. Как фермеры работали? Как пустышки. Ну, смотри, я почитаю немножко, отвлеку вас. Николай Николаевич Неплюев в 1851 года жил по 1908 год. Выдающийся христианский деятель, отдавший все свои силы, средства и саму жизнь на служение Богу и Церкви. Будучи наследником аристократического рода, отказался от светской карьеры и выбрал путь безбрачия, как он сам писал в своих сочинениях, ради несения креста в братской жизни. С воспитанными и просвещенными им в христианстве крестьянскими детьми. В 1889 году Николай Николаевич Неплюев основал Крестово-Звиженское православное трудовое братство. Жизнь строго строилась на трех основных принципах. Вера. В Бога живого и в то, что в общинной жизни есть воля Божия. Второе. Любовь. Верность и стремление остаться вместе вопреки конфликтам и всему, что разъединяет. Третье. Труд. Качественное исполнение своих обязанностей ради общей пользы и благородства добровольной дисциплины любви. Николай Николаевич Неплюев скончался в 1908 году, но Крестово-Звиженское братство не распалось, а продолжило свою деятельность. После революции 1917 года оно пыталось выжить в новых условиях. Однако в 1925 году были репрессированы наиболее активные члены братства, а в 1929 году братство было окончательно уничтожено советской властью. Все, это вкратце все. Ну, нормально. Какое подполье могли уйти, некоторые вымирают. Да, они что-то все-таки. Если ты активный, ты никуда в подполье не уйдешь. Тебя все равно достану. Какое подполье? Он-то призывал, чтобы открыто говорили. Советскую власть, что ли, не знаете, что это такое подполье. Там Белая Гвардия не выдержала. А всего лишь начал взять 10 сироп детей и стал их воспитывать. И с этого у него началось все. У него деньги были. Училище создавал сельскохозяйственное. Он оставил свое наследство к братскому приходу, когда он перед тем, как умирал. По тем деньгам миллион. А по нашим деньгам переводят два миллиарда. У него родители очень богатые были. Барон. Можно так сказать, на этих деньгах это братство и существовало. Но они еще плюс работали. Ну, они еще работали, да. Постоянно. Ну, там, когда читаешь, он, такие переживания у него, как вот Игнатик, рассказывает, когда братья уходят. У него там сколько было этих восстаний, когда братья женились. Женились только когда. И подговаривали мы своими женами. Начинали требовать большей власти, или уважения, или внимания, или денег. Вот зли. И уходили. Женщины столько там узла сделали. А он пошел навстречу. То есть одна была, там, пацаны воспитывались, а другой девчата. И когда они подрастали, они же там все время пересекались. Эти там работали, ну, девчонки на своих, а на полях-то вместе всегда. Ну, и все, и подрастали, подрастали. И полюбили там многие друг друга. Он почувствовал, что это, ну, от Бога, венчание там и так далее, все. Ну, и думал, вот общество будет. А вот оно и пошло. И пошли там разделения. И сколько он сил положил, чтобы, ну, отсечь их. А они же, там еще это все по пропискам, ну, не прописки, а там же документально все было. А как? Красота разбила. Обрились. Ашу рот разбил от удивления. Призывник. Ну, что, призывник? Пожалуйста. Кротовский. Спасибо. Ну, это, что-то сильно. А ты знаешь, в Сарматы такая народность была. Была. Кочевники. Да. Ну, и римляне, когда старых всех преследуют, они до них дошли, а они сняли шатрюш, и они опять за ними. Через неделю увидели всадники там на холмах. Ну, и наконец, переговоры вступили, говорили, наши войска-то идут. А почему вы в хрешение не ступаете с нами? Говорят, вы отменные воины. Они говорят, а зачем? В сражении могут наши погибнуть. Ну, вы действительно можете один-четверых? Ну, есть такие. Ну, почему ухи уходите? У нас все с собой. Жены, вот они с нами, детей взяли, скотину угнали, шатры сняли. Там ничего нашего нету. Но там осталось наше сокровище. Вот вы его тронете, выкопаете это наше сокровище, а тогда узнаете острие наших мечей. А что это такое? Могилы наших отцов. Так они зачем нам? Ну, то-то и оно. Не за что убивать. Могилы отцов. Я вчера рассказывал вам, а вы не поняли рассказ, как мужик неправильно деньги перевел. Жена ему сказала, куда переводить-то. Но ошибность, номер не тот. Он деньги-то шуганул по телефону-то. Проходит день, нету. Он звонит, звонит, говорит, не получали. А он тогда этот телефон берет и говорит, хорошо, что вы приняли. Нам как раз уже молодые, здоровые, крепкие люди. ИГИЛ звонит вам, мусульмане. У нас сейчас как раз готовим подрывников, чтобы самим собой подорвать-то. Так что вы деньги от нас приняли. Это хорошо, оставляйте деньги дома. С женой прощайтесь. Утром в 6 часов мы за вами заезжаем. А он до этого звонил, ноль внимания. А тут сразу ответ поступил. Через 30 секунд. Извините, пожалуйста. Поступила сумма в три раза больше, чем было. Не заезжайте ко мне утром. Я слепой с детства. Я глухой. У меня ног нету. Я дверь не могу открыть. Вот так. Как налоги платят-то. Он сразу ослеп, поглох и жену забыл, где он ставил. И дверь заперта не открыть. Вот нам, когда прижмет власть-то, тогда все у нас на столе. А так, начинаем черемониться. Да вот нельзя. Сейчас власть придет, да вонет с католиками соединиться, все соединятся. Ну, конечно, отдельные личности не соединятся. Вот. Мы единственная в зарубежной церкви, которая сидим спокойно, не дергаемся. Вот тогда-то забегают они. Ой-ой-ой. Но главное, что патриарх о нас знает очень хорошо. Патриарх Алексей Второй прямо спрашивал, какие у вас отношения с Клапкиным. Так что мы не в углу сидим. И наша тактика, вот то, что виделось, ничего не делать. Сидеть спокойно. Исайя 30 глава 7 стих. Почему? У нас все устоявшиеся. Мы не отрицаем благодать. Они к нам приезжают. Сейчас батюшка приглашает сюда, тут отсужит митрополит со священниками. Разве это плохо? Мы же не будем делать как этот батюшка говорит, царобряшники-то говорят. Вы все неправильные. А тут Вася этот, Василий Лапкин, ему было совсем сколько-то мало лет. К батюшке приехал тут один такой здоровый протодиакон. Вася, это, мальчик, а как тебя звать? А он, а ты верующий. Он говорит, меня архиерей так не испытывал. Я верующий. Вася. Он в школу пошел, а там, 11 сентября, усекновение главы. А он пришел на день позже. Учительницу. Почему в школе не был? Ну, у нас праздник был. У него голос такой. Какой же праздник? Вчера еще не было. Был. Ивану Крестителю голову отрубили. У нас у Провознанных праздник. Голову отрубили. Ну, это разберите. Главный праздник у нас Пасха. А за ней, вот я объяснял в прошлый раз, это Богове, это как, Боговеевление. Христос явился, соединенный с Днем Пятидесятницы. Христос стал проповедовать. Церковь стала проповедовать со Дня Пятидесятницы. Христос 3,5 года показывал, как надо и как умереть за благовестие. Из креста еще спасает людей. Вот так надо. Вот и все. А то там миссионерский отдел, разное. Отдел один. Христос. Я пошел, благослови. Вот юноша вчера был, я разговаривал там. Не нужно, даже сказать, все, завтра я решаю. Матерью скажу и ухожу из дома. Если только она против. Почему? Кто любит отца или мать? Но я сказал тот путь, который мирскими приемлем. Посоветуйся. Сегодня мы к тебе приедем. Дверь сразу закрылась и все. Ни рук, ни ног нет. Я нет. Меня выдел не берите. За мной не приезжайте. Нету? Да такое сокровище рядом. Ты, кажется, ползком пришел бы. Ты вспомни Тараса Бульбу. Как Андрейка-то полюбил эту панночку. Он на дерево залез. Красавец. И веру сменил. И против своих выступил, пока на отца не наткнулся. Это любовь. Человек теряет все. Вторая книга Ездра говорит. Ходит, разбойничает. Жизнь свою подвергает опасность. Еще достанет к ногам возлюбленной. Считала? Ну вот и весь сказ. А здесь нет. Я буду думать. мы как-то шли тут с одним с Сашей, твоим зятем по мосту, там где у нас купаются-то. Ну вот тут он к одной девушке клинушки подбивал, сватался. Она не пошла. Я говорю, она бы тебе сказала сейчас вот бросайся и плыви туда. А осенью поплыл бы? Нет. А я бы поплыл. Главное это цель. А у тебя вопрос разгорещённый, ты бы не замёрз. И весь сказ. А я бы нет. Ну я ещё могу сказать. А тут напали на неё. Один посватался, другой третий. И кто-то стучит. Она вышла, козёл, матушкин, стучит рогами в дверь. Ещё, говорит, тебя не хватало. Она обнула его и всё. Это искушение. Это скучно. Здорово. Да женихи-то хорошие были. Это и последний завершающий. Лучше Таника, конечно. Поняла, как вам говорю. А у меня что-то мысль сейчас пришла. Поехали, а? Мысль пришла по вашему рассказу. Да. А почему 7 ноября не сделать памятью всех, кого большевики убили? И так 7 ноября. А они уже сделали. Что, 7 ноября, что ли? Ну, День примирения. Нет, это 4 ноября. Это нет. Это не то. Они к этому подговорили. Это не то. Как в Испании. Память их поставили белым, красным один памяти и у Бога просим прощения за все. У нас такого нету еще, нет? Ну, понятно, что в Испании была там гражданская война. У них позывной был ясное небо. Мы полетели. От всей Нормандии безоблачное небо. А у нас же 3 февраля выпадает 1 воскресенье февраля. Да. День сайта как раз. День сайта. Когда мы тогда что, в один день будем все с Владыкой? В один день. И они с нами побудут. И они узнают, что у нас за сайты. Готов-то к этой визиточке. Так, Господь. Это Господь устроил так. А что, Владыка будет у нас? Батюшка сказал, так, бланк искал, сейчас я не нашел, а сегодня найду на бланке, чтобы написать пригласительного. И он говорил, что он их устно пригласил. Он потеряевку говорит, как сейчас попадем? Батюшка, я тебе потеряюку здесь, сделаю другого разговора. Вот здесь не был. Я раньше говорил, батюшки приглашали. Они согласились приехать, да? Ну, батюшку, он точно не ответил. Он точно не ответил. Давай, поехали, а то я не слышал. Шторы можно нам постирать будет, батюшка. Ради приезда в Владыки просят шторы постирать. Я бы вам показал кое-что, но у меня палец не совсем прямой. Вот так вот. Хотите? Паюхайте, чем пахнет. Ну-ка, покажите еще, как вы хотели. Чем пахнет? А, ну это забота и ласка. А ты говоришь, солдат шею пахнет. Смертью пахнет. А флаг можно постирать? Старшина я бы дал паюхать кулак. Не будешь делать? Во! А флаг постирать? Не прикасайтесь, все приятно, все чистенькое. Вы не можете смотреть на хорошие вещи, вам надо в машинку и взорвать. Геннадий Николаевич, а флаг можно постирать? Он хороший, нельзя. Как я думаю, где же главный стиральщик-то? Хлюпальщик-то, вот он где. Ладно, давайте, смотри, не сумму, грязный стал. Да ты че, хочу посирать, его перемешать. Ты слышишь такую песню? Ах, какая женщина! А почему не поют, ах, какой мужчина? Да не, поют почему? Поют. Настоящий полковник. Настоящий полковник. У нас была одна Татьяна, вот такая лизенька ростом, согнутая. Когда бы не пришел, она там у медведей была, она все время еще так хлюпает в Татайзике. И в это время ее посетил, приехал внущатка какой-то, иннокентия, который канонизирован, просветитель севера. Вот такой ростом, я не знаю, вот такой пример работы. Он это, я не знаю, 65 лет есть, волосы белые, густые, густые, вот такие вот и висят. Вот я пришел, это хлюпает. Ой, вчера кто приходил? Ну, видно, что она одна жила, ничего, но не знает. Ах, какой мужчина. Сразу не думал, что такой макруши, и мысли какие, она все еще хлюпает, она плывет там за ним где-то. Ах, какой мужчина. Я так хлюпает делал бы, кто-то сказал-то. А это прям такая согнутая там. Одна, ну, тут была такая, морщина, но настолько у нее морщин, как на пиццерском голенище. Просто невозможно. И она говорит, выйдет, а сама выйдет такая Марфа звать. Морщина, морщина. Да, вот посмотрю, ни одного духовного лица нет. Духовного лица нету. Вообще, а поселилась жить, на квартиру кустил Иван был, этот слепой, который. А он ей говорит, я себе говорил, в туалет ходить. Так я хожу. А зачем ты возле крыса ходил? А как ты узнал? А я щупал теплая. Такие вот разводы делал. Я им начал говорить, я его говорил, ходите. В жизни много еще бывает. Евангелие от Матфея, 17,5. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз облако глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Толкование. Ты, Петр, заботишься о крови рукотворенном, а отец, окружая меня другим кровом, нерукотворенным облаком, показывает, что как он, Бог, являлся древним в облаке, так и Сын Его. Здесь облако светлое, а не объятое мраком, как было издревле. Потому что здесь хотел он не устрашительно учить, ибо из облака был глаз, объявший, что он был от Бога. Помните, я вам говорил, меня не будет, ничего не меняйте. Когда батюшки нету, служить вот такой, у нас есть бумага написана, утреннее, вечернее, так называемое апостольское служение. Так называемое, то есть оно не апостольское, но самое близкое. Правильно, апостольское очень близко это у баптистов. Пришли, сели, поют песнопения, все понятно, выходит проповедник, у кого слово есть, это очень близко. Нашего там православного ничего нету, первоапостольского-то. Я ей говорю, держите как есть. Сказал, я проповедовал, всегда говорил, за каждым богослужением утром и вечером по две проповеди. Помнит кто? Да. Помнишь? Я отошел и сказал, я не проповедую, но чтобы две проповеди звучало, сегодня кто считал? Себастьян. Себастьян. Концовка видел какая? Он прервал его. Концовка не Златоустого. Батюшка вчера рекорд поставил. Вышел, прочитал, вечером у него зашел, я говорю, давай послушаем, что ты говорил-то. Ровно три минуты. Где-то такую проповедь у Златоустого нашел, когда у него 30 минут и в 10 раз уменьшил. Как вам не стыдно? Когда приехал к нам этот митрополит, вот от Сергея, ну и Оглушков дали считать. Оглушков он простой парень. И он считает ее, ну считает 10 минут, 15, а они уже все там сделали, все отбарабанили. Им теперь надо, батюшка выходит, лежу, он прямо и стомился весь, там архиерею-то надо. И вот подошел, Игорь, кончай, видно, сказал-то. Ну, Игорь, все. Аминь. Аминь, да короче, аминь, пошли обедать. Но когда обедали, я в это дело уже приложил печать. Я говорю, скажите, Владыка, вот вы сидите и Златоуст, кто важнее? Ну, Владыка, ну, конечно, Златоустая, я отращу. Так, теперь выходит говорить, Златоустая, ты вот выходишь говорить, Владыки, вы выходите, ты, батюшка, прервешь его или нет? Да нет, ты же весь трясешься перед ним. А Златоустая прервали, и даже нужды нет. У вас еще не соображает черепушка-то болезнь. Как так? Две проповеди считать, а время нету. Укороти службу. Вы сто раз будете считать Чистнейшую Херувим, никто не оспаривает это. И опять, Чистнейшую Херувим одно и то же. По сорок раз, Господи помилуй, вы афишируете полное неверие. Вот они историю сунули под ноги Чистнейшую Херувим, а теперь молитву взяли какую? Величь и душа моя Господа, Чистнейшую Херувим, и за каждый припев, там, девять припевов Чистнейшую Херувим. Вы добавили к чему? К Слову Божию. Не добавляй к словам его, чтобы я не обречил, не оказался лжецом, а учиться лжецом позерегнем. Я тебе докажу, где вам быть? Шесть. Я не добавляю. Шесть. Шесть. Стихов, не девять. Шесть. Я думал, девять. Шесть. Шесть тоже немало. Можно к слову про церковь сказать? Мы были с полей 9 января, попали на рождественскую утреннюю службу в Никольском храме. Стоят возле алтаря, по левую, по правую сторону от врат, две елки, украшенные гирляндами электрическими. Моргают, иконы ими перекрыты там частично. Батюшка в алтаре, спиной к народу, нараспев Евангелие. Мы одно слово поняли вдвоем, только Аминь. Все. Почему-то ничего не изменилось вот с тех пор, как вы писали. Ничего. Почему? Уже вы стойко стучите, стучите, и все. Ну, по той причине, причине, почему, почему? Егкие животные. Ты должен сказать. Раиса Николаевна вышла, батюшку там, он идет. Батюшка, я так ждала проповедь, а вы не сказали. Он что я ответил? Никольский собак, ты что, от Лапкина? Вот и весь сказ. Страха Божия нету. У нас было как? Мы все время считали златоуст, я насчитал, распространяли, нас прозвали секта златоустовцев. Настоятель через царские врата заглядывает. Эти златоустовцы пришли сюда, придется проповедь говорить. А там два священника, которые к нам приходят, они это все нам рассказывают. Придется говорить, а то они опять архиерея накапают. Вот и весь сказ. Они не верующие. А если не верующие, что спрашивать будешь? Зачем они устроили? Говорят, традиция купаться. Никогда традиции такой не было купаться. Никогда. Это вот сейчас сделали. Не было никогда. Показано, как купают. Два мужчина, видимо, монахи стоят, ребенок вот такой вот, голый совершенно, они за руки его в ледяную воду, он вот так рот разлинул, орет, нога задрыгает, опускает воду. Из-за чего? А как крещение? Мы считаем единое крещение. Какое крещение? Люди не крещеные, они начинают то на Ивана Купала обливать, то здесь. Ну, имитируют. хорошая проповедь, и птистка, и птичий сказал, это все выдумка, это язычество. Он сказал, что уже 15 лет назад я эту проповедь все время обмуссирую. У меня вчера мысль возникла, нас обвиняют, что мы второй раз крестим. А сами в крещении, это тоже, что все крещеные, зачем он второй, или какой он раз, каждый год-то их окунают. Они называют это крещение. Ну, понятно, не называют. Они омытием называют, это нечистое. Там никакого... Это даже омытия-то нет. Омытие грехов они называют. Называют это омытием грехов. Все в это верят, что все грехи в этот день смываются. Аминь. Пусть они в этом не учат, но все так научены. Все так научены. Но мы же там интервью брали, ходили. Зачем пришли? Омтие-то грехи смыть. Грехи смыть. Больше ничего не смыть. Грехи смыть. А вчера мне фотографии, представьте, мне стыдно. Мужчина и женщина, поп стоит на заде, они совершенно голые, за ручки стоят. Как это? На крещении. Вот он, пророк, вот все. Вот так вот. Ладно, ладно. А вы не знали про это. Ну ладно, хоть бы там рубашка, купались. Ну зависит. Да все ладно. Вот и ладно, у нее еще нет. Да нету, ладно. Можно еще? Ладно, ладно. Ну я уж так. Ладно, означает хорошо, окей. Не хорошо. Сереж, Сереж, можно вас? В пятницу тоже вот, когда Христа распяли, и плащаницу выносят. Я по радио слышу, еще может не ходила сюда, они говорят, кто под плащаницей пройдет, тому значит грехи все прозятят. Да вот это такое суеверие тоже. Да мне это неверие. Не веришь, что Христос умер, пролил кровь. Поэтому везде грехи снимают. А то бывает так, сделали как дуга, икону несут, а под этой дугой и там ползет масса народу. А над ними сверху несут икону. Икона здоровая, и она лежит на этих, на палках, и с двух сторон четыре человека несут икону. А под этим там, тима, киш-миш. Это наши люди. Вместо, как прописан Марсенковский Владимир Федорович сказал, вырви из создания людей Евангелия. И на место его будет зияющая, смертельная рана, которую ничем не прикроешь. Это все дань бездуховная, когда нет истинного понимания вещей. Христос умер за меня. Все. Я принял его, прощенный. Теперь живи, иди, благосоветствуй. Эту радостную весть неси. А он надо даже об этом на исповеди не спрашивать. А ты кого-то обрадовал, принес благую весть, он даже не поймет, про что спрашиваешь. Научили, как у старого брата, ты еретик, переходи к нам. А рождение свыше, это вообще табу. Вообще ни одной проповеди нет. Пошли. Без пятнадцати мы начали. Когда он еще говорил, так, это я прочитал. Предразвитие сегодня вести тебе еще. Шесть минут. Евангелие от Матфея, 17 глава, 6-8 стих. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь, возведите же очи свои и никого не увидели, кроме одного Иисуса». Толкование. Будучи не в состоянии выносить облачный свет и глаз, ученики пали на землю. Глаза их были как бы отягчены сном. То есть они лишились чувств от видения. Чтобы продолжительный страх не уничтожил памяти о видении, Иисус пробуждает и ободряет их. Но уже остается один, дабы ты не подумал, что глаз было Моисея и о Ильи. Он относился только к нему, ибо он сын. Вопрос. Вот когда молились, не здесь, а здесь уже последняя молитва, и батюшка помянул Илариона и Сергия. И сказал «Господина нашего». Вы до этого еще говорили, говорит, мы признаем его, поминаем, но «Господина нашего» не говорите. О патриархе это уже никакой роли не играет. Мы его упоминаем как своего епископа. Только и всего. За дружеские отношения, ни больше, ни меньше. Он сказал. Батюшка, видишь, он когда сказал, запнулся, а «Господин тебе надо сказать, Грега», он после этого и сказал. Вот убину не надо ставить. Мы говорим о патриархе. Патриарх — это признание того, что мы с ними никогда не произносить. Когда они служат, пускай служат. Вот он будет упоминать и все. Так я ответил. не слышишь и не слышишь. А дальше сказал. Твоё он не господин. Не господин он. Он друг наш. Но сказал он к этому месту. Не придирайся к этому. Он впереди надо было сказать, он не сказал. Не сказал, запнулся, теперь говорить-то надо где-то. Он и сказал. Никакого внимания к этому нет. Не надо за слова хвататься. Это совсем не годится никуда. А куда десятина идет? Да не платит совсем, чтобы тебя, говорится, сатана не мучил этим. У меня почему вопрос такой не возник за всю жизнь. Еще раз говорю, Сережа. Почему вы расслабляете все спокойно? Еще раз говорю, не надо. Не надо. Ты хочешь, чтобы я ткнул больно в тебя? Ткните. Хорошо. Когда говорят, почему не слышишь? Потому что вы перепеваете. Вася где? Вася вышел. Вышел, Василий Николаевич. Куда вышел? Они изволят отойти на время. Вы-ка быстренько пригласи его. Василий Николаевич. О, вот он ходит. Ну-ка и сюда. Табуретки какие-то у нас. Не задерживай. Неси сюда, тело грешное. Там написано, на дверях куда не заходить. Садись. Да я табуретку заносил. Садись. Так, просто и четко ясно. Да все, садись прям сюда. Хватит меня толкать. Так, вчера, когда были здесь, я тебе говорю, садись сюда, ты, а я туда сяду. Я говорю, садись сюда. Я третий раз тогда взял, сядь сюда, а тогда сядь. Почему ты сразу не вернулся? Ну, чего ты отмахиваешься-то? Ну, там свободное место, я думаю, туда снять. Тебе удобно из дома не выходить? Ты пришел, здесь тебе другие говорят. Так никто не рассуждать. Есть старшие, кто из нас старший? Ты или я? Ну, час дошло до меня, как до жирафа. Тебе трудно сейчас исполнить было? Ну, я и говорю, как до жирафа доходит. Вот в этом все и заключается. У одних собирались подпольщики, это ИПХ, я уже рассказывал это. И тетя Тоня, самая близкая моя подруга, Антонина Георгиевна. И это одна бабушка, хозяйка дома, и говорит, подошла к этому, к Панкратию, их старичок там был. Почему тут у Антонины все получается, а у меня нет? Он говорит, знаешь, Федора, ты пройди до печки туда. А печка ща, она говорит, ну, моя. И думаю, а ты дойди до печки обратно, а зачем? Ну, я тебе сказал, а тут бабки сидят, они подпольно собираются. Ну, а что я буду ходить? Я тебя прошу, сестра, дойди до печки и вернись. И что мне на смех выставлять? Заметь, это Вася, твой дух там. Ну, она тогда пошла, оглянулась, и когда-то в себя в пин, вернулась. Здорово. Вот. А он тогда говорит, Тоня, Тоня, слушай, наставник, к печке туда, сходи обратно, она. А ей уже 70 лет, она мигом. Так, вы видели разницу? Видели? Вот в этом все у тебя и есть. Тебе сказали, обкупнись 7 раз, и проказа сойдет. А что у меня, река там хуже Волги, что ли? Я и снегуман. Почему ты не сел вчера здесь? А ты должен ответить, прямо как бык. Сегодня ты там сидишь, вот брат, он говорит, пройди сюда. А я хочу здесь. Понимаешь, ты ни меня, ни его, а больше я не знаю, кого. Если ты уже перед такой махиной так ведешь себя, то ясно дело, то что он тебя одним кулаком шивет. Почему ты сразу не подшел к нему? Вон там он сидит. А ты тут сел, он говорит, ты запечатал, дуги мне пройти. У меня нравится. А я после бани, вчера в бане был, он сушиться будет здесь. Мокрые трусы у него. Ну, простой немного. Почему ты к нему не подошел сразу, как он сказал? Ну, я говорю, простой немножко. Вот это ты все время такой. Я прошу тебя, выкинь из головы эту дусь. Законяется. В моей жизни ни разу этого не было, чтобы старший сказал, я бы мимо пропустил. Я даже не знаю, как это так. Что вы начинаете молиться за меня? Как? Ну, как что? Какой бы ни был начальник там, я к тебе, Сережа, обращаю. Вот об этом дурный разговор идет. Я сейчас ткну тебя. Тебе сказали, не снимай. Манеж. А ты продолжаешь снимать? Зачем ты продолжал снимать? Ты ничего не снял. Аппарат потерял 30 тысяч. Мы... Это ты сейчас... Не волнуйся. Не волнуйся. Отправили в Москву. Я спокойно, как кудов. Да, условно. Раз перебивают резики, я снял, что они вмещаются. Да, залупаются. И там встретились люди, у которых приехали с Америки. Друзья. И они пошли по самым важным мастерам. Меня отремонтировали, так и отставили. Ты получил, что хотел? Получил. Да, самое главное, мы с ним перед этим разговаривали. Я говорю, Сережа, мы заходим, ты только меня снимаешь, правильно? Да. Тут же сразу, буквально 5 метров готово. После этого еще не один раз было такое. Еще не один раз. Я сказал, а ты, а я решил, там люди есть, которые командуют. Мы с Настей ездили с роботом, ну там, тюрьма. А я снимаю, иду, а он, эй, тут снимать нельзя. Извините. В карман пошли, он довольно отвернулся. А что они снимают-то? Меня везде можно снимать-то. А идем дальше, там плакаты написаны, съемка запрещена, а мы от систочника поднялись. Ну дальше что? Дальше что? Он дал сигнал, нас встретили, отобрали и все. А теперь ходи, выворачивай. Надежда Васильевна идет, пожар. Хозяин говорит, а ты зачем сейчас снимала? Ну а что? Он этот фотоаппарат отобрал, и все. И кто отобрал? Портоирей. Николай Бурдин. Ну сказать мне это не нужно, но это они в сторонку. Не качай права. Где-то там спокойно встановке, там ты можешь сказать, правила такие, это мне разрешают, там это где-то. Но тут и видишь, что он невоздержный такой. Он сразу кидается. А Сережа, иногда тормозов не тоже. И Сергея Павловича не надо. Бывает такое. Что-то вот он взъелся на это. Уже все договорились же. Ну пошли дальше. А время вышло. Все у нас это, время. Сказали для того, чтобы никогда не делать там. Сказали нет. Тем более, у них откуплено это пространство, под куполом. Они там выставку православную строили. Это не на улице. А мы бы тогда до епископа подошли. Там епископ был в этот момент. Мы сейчас около Нового базара фотографировали. Две бабки торгуют. Они их за это гоняют. Уберите, она кидается, нас прямо хватает. Володя, отойдем маленько. Сторонку отошли подальше и все. Но она с любой стороны кинется, схватит. Ты же нас возил. Поехали. У нас это, Игнатин, все. Давайте полтора часа. А ты кто это? Нет, ну ладно, я поехал. Я поехал. Все. Куда ты? Нет, нет. Ведите. Не возьму, конечно. Матфея 17,9. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении. Да коли сын человеческий не воскреснет из мертвых. Толкование. По смирению заповедует никому не говорить о видении, имея в виду и то, чтобы кто-нибудь, не слышавший об этом, не соблазнился тогда, когда увидит его распятым, приняв его за обманщика, который только призрачно совершает дела свойственной силе Божией. Когда найдешь человека, светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лице Иисусова. А если кроме того этот человек и объясняет самые выражения мысли, то видит и самые белые ризы Иисусовой, так как выражение мысли есть ее одежда. Комментарий Игнатия Лапкина на слова представляющего мысль Писания. В каждом храме, каждой церкви должны быть глубоко верующие проповедники, изъясняющие смысл Писания, умеющие бороться с волками и ретиками. Эти знания должны быть у каждого христианина. Тем более в наше время, когда можно достать, приобрести книги, истолковывающие смысл священного Писания. Комментарий какой. Против они? Ну, где-то против, а здесь ни один не заикнется. Надо, надо. А зачем тебе? Я говорю, он, священник, вот так мажет ребенку руку, а мажет копточку женщины в крещение. 25 человек, где-то минут за 15 он покрестил. Я поехал к архиерею, меня архиерей вызвал в Ташкентске, в Арфоломею. Поговорили. А я к этому священнику подошел, я говорю, у меня вопрос, все, опоздал? Я говорю, не опоздал, я думал, я тебя крестить буду и в кому-то. Я говорю, а почему вы так вот делаете, никому не объяснили? Вот так кулаком меня вгох, тут, да бросьте все, поехали со мной в ресторан. Сергей Бузмаков, в город Прунзе. Вот и все. Я написал письмо, архиерею послала, брат туда поехал за свящами, он говорит, а это кто писал? Он говорит, брат мой, он прямо, на окне, прямо тут церковь написал, вызови его сюда, я вот сейчас священнике руку положу. Я приехал, он мне три храма дает, руку полагать. Но, у Бога промыслительно было. Ты слышал, что случилось с Дмитрием Дудковым? Я говорю, да знаю, он мой духовный отец был. Да вы что? Я говорю, у меня его книга дарственная, за нашему повальню. Да вы что? Его гонят. А теперь архиерея уже задрожал. Ну, ка дайте сюда книгу. Я взамен Библию дал, я говорю, его книга и Библия это не равно, в Библии нет равных так. Ну, тогда иди погуляй во дворе, как Рокоссовскому Сталин говорил. Я гордался, ну, так согласны? Я говорю, нет. Он мне редкую книгу подарил, она небольшая такая, она шему повальню. А я ее отдам. Я архиерея очень умно вышел, знаешь что? На эти храмы я кого-то найду, а вы везде благовествуйте, на ваше место никого нет. Если рука положена, то от вас это отнимется. Так что, вот вам деньги на самолет и летите домой. Все. По-хорошему расстались. И я понял, это Бог говорит через него. Что бы я там делал? Я ему сказал, архиерея, вы меня рукоположите, а я вас завтра слушать не буду. Это как так? Да как копало кресло, это я буду учить сначала, а потом крестить. Так это и надо. Да вы еще не знаете, что за этим было. Люди-то пришли, все, крестить. А я занятие. Зачем они должны занять это? Наш епископ, и птихи, пришли, а он говорит, так надо ходить на занятия, ну мы будем ходить-то. Надо Евангелие купить. Он пошел, мужик, купил Евангелие, ну крестить. Ну я же сказал занятие. Да ты, черт, ты крестить-то будешь или нет? Он думал, сейчас купил Евангелие, показал, пообещал, и сейчас крестит. Он говорит, ну ходить будете? Я потом крещу. Он как загнул, да пошел ты на! Под куполом храма как раздалось, на эти буквы-то. И тогда архивей говорит, у меня глаза как открылись-то. Все-таки глаза открываются, когда по шлям, будут отъездят. Вот и все. Так это на каждом месте такое-то, ладно такое-то, что мужик-то не заремонил. Ну полтора часа, ну кто час, езжайте. Не езжайте. Не мощные. Поехали. Да полтора часа у нас были. Матфея 17.10. И спросили его ученики его, так же книжники, и спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Толкование. Обольщая народ, книжники говорили, что он не Христос, потому что если бы был Христос, то Илья пришел бы прежде. А они не знали, что два пришествия Христова, из коих первого притеча Иоанн, а второго Илья. Так объясняет это ученикам и Христос. Матфея 17.11.13. Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его. А поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Толкование. Словами Илья должен прийти прежде, показывает, что он еще не пришел, а придет, так как притеча второго пришествия, и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, доставив им как бы отечественное наследие, которого они лишились. А словами, Илья уже пришел, указывает на Иоанну предтечу. Они сделали с ним, что хотели, только убившие его, позволившие Ироду убить его, тогда как могли воспрепятствовать сему. Они тем самым сделали с убийцами его. Толкование. Евангелие от Матфея, 17 глава, 14-15. Это, кого я говорю, Агния, как здесь? Она, наверное, в комнате есть, значит, что... Я вижу, что у вас не полный комплект. Евангелие от Матфея, 17 глава, 14-15. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, он на валуне беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Толкование. Этот человек был, кажется, весьма неверующий, как видно из того, что Христос говорит ему, о, род неверный, и из того, что сей человек уничижает учеников. Причиной уже страданий сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие, как зловредное. Луну. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как луна, изменяется, по слову Писания, являясь то великим в добродетелях, то малым и мичтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду, волны многих житейских попечений, в которых живет Левиафан, дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да и не волны ли и звери лютые, непрестанные заботы богачей? Да, непрестанные заботы богачей называются лютыми, бешеными. Люты значит бешеными. А вот, Игнать, Тихо еще, бешенство у собак это бес вселяется или это заболевание медицинское, ветеринарное? Вы там же ответили, ли он? Это вирус. Нет, вот сестра говорит, вирус. Как ветеринар. Это вирус или? Бешенство это вирус, да, Валя? Конечно. Вирус, вирус. Почему не может быть так, что вирус, а с вирусом поселяется и тот, кто портит все? То есть разделять не надо, то есть? А зачем? Ну понятно. Если Господь сказал, а теперь, а давайте возьмем кровь на анализ, ДНК, там всякие глупости. Сказал бес в нем, отойдет сатана от меня и все. Признаки обвеснования выражаются в том, что человек собой не руководит. Надо молчать, где-то он даже ирвет, это один из признаков. Все, это один из признаков. Обвеснования. А владеющий собой лучше завоевателя города. Ну мне кажется, тут надо разделить все-таки. А зачем? Бывает заболевание, а бывает человек ведет себя так. Я никогда ничего не пытался разделять. Если спокойно переносить. Но если бешенство называется, то значит все равно бес. Так получается. Но это вирусное заболевание. Врачи никогда не признают. Хоть демонов миллион будет, они признают врачей. Это повреждения, это психика. А что психика? У человека душа есть? Нет. Да как она, да психика? А психия, это душа. На каждом шагу можно ловить. У собаки же души нету, а значит это вирус. Значит никакого там заболевания нету психического. Вот собаки собаки вытачинают. Все собаки завыли. Что это такое? Вот в окрестносте все собаки воют, спать не дают. Вор залез. А? Вор залез кому-то. Ну залез где-то та собака. Ну у собак бывает предчувствие к чему-то. Чего-то предчувствие. Перед смертью воют, перед покойнику есть такая примета головой. Вот. У меня тогда я не выгуливаю. Но в этом месте подвязывается Ионики Великий. Великий. Таких 17 семеней. Василий Великий-то. Он что сделал? Взял палку и всех до одной собак переколотил. И убой прекратился. И никто не пожаловался у него и не закрыли интернет у него. Подскажи им, подскажи. Ионики Великий. Житие. И он увидел там бесы. И поэтому это вместилище разрушил. А ты бы увидел? Я бы нет, не увидел. Я бы стал искать причину. Воры залезли или еще что-то. Ну что вы сказали, я такой же немощный. А он святой. Ему открыто это было. Вот у Адриана дочка. Эта дочка беснуется. Что она падает, кричит или кричит. Замуж хочу. От беснования в ней кровь плечом бьет. И она никого не хочет, кроме этого аглоида под окнами. А ему бес сказал ходи, чтобы она тебя видела. Она видит и кучерявые и копыта блестят то есть ботинки там, ну все какое надо он где-то. И она молилась забывает молиться. И тогда она поняла дьявол это усина. И вот она начала молиться и Господь отодвинул. А его демоны подняли на второй этаж он передвигается как по земле. И когда стала молиться дьявол дьявол ослаблен и хлопнулся на землю. Вот и все. По-нашему вот так а по-божески не так. А разве может так быть? Я в это верю. Если ты не веришь ищи другую причину. Я никогда не в написан но я принял и все. Он падает пену и спускает падает и спускает пену. А другой лунатик глаза открытые и он тянется на луну смотрит. А я посоветую что сделает? Да ты налей в тазике воды здесь. Он как пойдет в воду-то наступит и тогда сразу ну видели? Да. Мессинг. Вольф Мессинг. У него там все в кино показывает как он маленький был когда ну лет 12 и не знаю это бес. И он до конца говорил вот я дар я узнаю людей что ожидает и все предсказывал. Военное событие где закончится говорил. Парад войск когда будет 942 год а он уже сказал победа будет в мае 45 Иберия неужели до каких пор я видел а когда говорил он это его трясет он руки вот так падает на землю и он не владеет собой в транс впадает а исполнилось да и он до конца говорил ты дал мне господи что это такое я не могу понять откуда у меня от бога или от дьявола он не мог сказать но нигде нету чтобы он молился нигде нету чтобы он не курил везде курит женщины там выпить полупьяный пьяный не придет а что там не быть в местилище готовое но до конца до самой смерти ну жена у него он любил и вдруг у нее рак а ей страдают еще 8 месяцев и сказала 4 марта и он пометил 4 марта на день ближе на день ближе он ее любит а сделать врачи ничего не могут а он знает наконец отрывает последний листик 4 марта и он знает что она будет Лидочка я сейчас я схожу принесу приходит рот глаза раскрытые она умерла зачем ему было знать я не знал когда у меня мать умрет когда отец мне нужды никакой нету на похоронах отца нас 5 сыновей ни одного не было а 5 дочерей все были а мать когда была наоборот все сыновей собрались это бог делает так чтобы мы за все благодарили вот смотри какой крест должен быть вот занятие по изучению смотри теперь посмотри у батюшки на ризах какие кресты один пришит а остальное вот так идет а дальше на балдаши концы вот такими разными зачем это притом везде это пойди на храмах везде такими вот на покровском посмотри как поперечина а потом на каждом поперечина вот это еще вот так поперечины стоят а то еще поперечину раз я стал говорить священнику ну и что я говорю посчитай сколько будет концов есть крест четырех конечно 6 и 8 больше не бывает а у вас два раза больше 8 и 2 16 посчитали так там 2 там 18 я говорю вы согласны ну да так мы верхний и считали 18 да точно а 18 это трижды с 18 это три шестерки я говорю. Он так и попятился. Зачем вы эти накрутили концы-то? Вы кому слушаете-то? Луна, Господство этому, Зусульманство. Другие говорят, в ночное время проповедуем. Глупости все это. Вот такой крест. Больше ничего не надо. Смотри, какой у нас. Вон там. Ровный. Не надо ничего нигде изменять. Сидеть спокойно надо. Кресты разные навертили. И креста-то никакого нет. Вон крест несет. Четырехконечный. Ну смотри. Он такой был. А там придут надпись, прибьют дощечку. Будет шестиконечный. Ну два. Поперечина вверх-вниз. А дощечку прибей еще два. Шесть. А внизу вот эта православная кривая. Так ее не было там. Ничего не было. Это православная придумали, чтобы от католика подключаться. У нас крест-то и тут с выдумкой. Ну она вот эта нижняя. Что значит? Расскажите. А значит, что мы православная. И кверху поднято. А правая рука Христа на той стороне. Это означает, он как коромыслом взвешивает. Тот идет в рай, а этот в ад. Вот эта сторона вниз, которая идет. Это означает, тут разбойник, который хурил, не покаялся. Это условно. Никакого там не было. Под ногами ничего нет. А мы как-то говорили, что правая перетягивает стороны. Ну, правая кверху перетягивает. Неужели правая вниз? Ну там же написано, вон. Правая рука. Христос лицом сюда. Где правая? Вон там, на левой стороне. Вот же, вот так вот висит. Вот у нее правая рука. Вот она тут, который по правую руку. Вот он как встал, вот так поднял правую. Вот она и получается. Вот ровные линии должны быть. Зачем на конце-то намотаны вот такие вот. Посмотрите, вот везде. На храмах редко-редко, где настоящий крест. А у священников вся риза в неправильных крестах. Вот так идет. Она же раздвигается. И на кладбище люди так же делают. Но не учатся-то у кого-то. У вас тоже крест неправильный. На рубашке тоже крест неправильный. Внутри? На рубашке кресты у вас неправильные. А что у меня кресты? Да. Откуда? Вот, вот они. А да, есть. Да. Я не видел, да. Есть. А какой неправильный? Четырехконечный? Вот он, вот он. Четыре конца. Синий крест, да, четыре. А как же неправильный? Это на скорой помощи. Одинаковое расстояние везде. А это скорая помощь. Одинаковые. Четырехконечные одинаковые. Это скорая помощь. Одинаковые. Он не изображает Голговский крест, а это символ. Это одинаково. На просторах везде одинаково. Да, синий вы видите, да. Ну, батюшки Риза, а другая надевает. Ровно вот такие пополам. Там кверху, книзу нет. Там вверх, книзу нет. Хоть как поверни. Я говорю, ни свастику, ни звезду, ни масонскую. Нигде не меняют ничего. Ровно. Только крест. На скорой помощи крест же тоже, да? Да. Красный вес. Его, конечно, отменили? Не знаю. Не первый раз. Нет? Автоаптечки все требовали кто-то. А красный крест? Красный крест. Международный крест. Он именно крест. Ты не думай болеть. Ты сделаешь дело нам. Не помысь они еще. Молиться надо было еще раньше, сказал он. Ты чего так? Потом же. Сколько? Уже когда признал. Мне пришло время умирать. Один монах. Да я бы за тебя умер. Ты готов? Готов. Он говорит, умри. Он упал и умер. Ну что? Ну он сам признался, что готов умер. Ну он готов был. Спросил его. Он говорит, да, готов. Он только сказал, умри. Вот сразу скольков дало. А вы говорите, вот монахи. Вера. Православных вера на смерть. Воскрешать некому, умерщить можно. Но зато он его со Христом. Вот такой был Иона, митрополит. Киевский, потом московский. Его боялись какая дня. Киевский со Христом. Бабка пришла на какого-то жаловаться. Он сразу вот так, иди сюда. Ты у нее брал быка, брал. Ты говорил, я тебе продам, деньги верну. Вернул деньги, нет. Ты умрешь. Он не мог выдохнуть, мужик упал и сразу умер. И молва пошла, опять что-то такое. Он опять, только поговорили с ними. Ты опять не прав, такому-то говорится. И ты умрешь. Вон туда копылки нет. Его как огня боялись. Тут один священник говорил. Мне говорят, уже не говорят. Как помолюсь о ком, так умрет. Так бабки меня стали стороной обходить. У каждого свое. А ты помнишь, когда у нас Михайлова? Полина Дмитриевна. И вот она с подругой была. У подруги муж литой. Я не клей. Я не вдвоем подошли, говорит, помолитесь за него. Ну прям житья никакого нет. Я говорю, я помолюсь. Она утром что ли сводит, помер. Она тогда сама ко мне обратилась. И Полина Дмитриевна говорит, а мой-то еще хуже. Обольстил. Мама моя. Мама говорит, да выйди ты за него замуж. Ну какого мужика хорошего? Ой, дурак какой. Та дурак там и бьет и все. Вы помолились. А в чем духовный киллер какой что ли? С вашими мужьями расправляться-то. Умерла и муж ее умер. А муж после нее умер. Да. Это моя крестная была. Ну вот, видишь. Нет, я ее крестная. Ты знаешь, она фарторгом была когда-то. Как она разговаривала. Вот иди, сядь на место. На Волково. И ты ты еще встаешь куда? Все, чтобы тебе не видно было. Все, в ней команда была. У нее командирский голос был. С ней легко было работать. Директор столовой была. Она очень хорошо относилась к нам. Давай. Ни одного духовного лица не вижу. Когда они пришли к народу, 14-15 стихи, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, так, это я прочитал, 16-18, я проводил его к ученикам твоим. И они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Толкование. 19-21 стихи. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Толкование. Апостолы боялись. Не утратили ли они, дарованную им силу над демонами, и потому наедине с беспокойством? Так спросили Иисуса. Ибо если бы вы имели теплую, горячую веру, то она хотя бы была и мала, совершила бы великие дела. Впрочем, где апостолы переставляли горы? Об этом не написано. Но апостолы не говорили горам всего, потому что не требовалось его ни время, ни нужда. А потому они и не переставляли гор. А если бы сказали, то и переставили бы. Поститься же нужно тем особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачевать. А молитва истинную бывает тогда, когда она чужда нетрезвенности и соединена с постом. Всякая вера есть как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожным по причине буйства проповеди. Но если падает на добрую землю, возрастает древо великое, о котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся в высоту. Посему, кто имеет теплую веру, тот может сказать горе сей, «Переди и перейдет», то есть сказать демону, «Изыди и языкит», ибо известно, что демон исходит. Давайте вопрос, последний вопрос и будем молиться. Давайте. У меня речь зашла о том, что когда вот кто напал на меня, допрашивали, а я говорю, ты нормальный сейчас, нормальный, а что с тобой было? Он говорит, я шел спокойно, вот увидел, и что-то во мне, меня, говорит, кто-то заставил. Я говорю, как тебя кто заставил? Он говорит, меня кто-то заставил. А этот, стоит следователь рядом, ну эти. Говорит, а кто тебя мог заставить? Я говорю, да его заставили бесы. Ты сильно падший. Ты не родился таким. А ты откуда знаешь? Они меня постоянно мучают. Сам признался, понимаете, вот так. И вот такое состояние у него. А стоит лицо другое. То был какой-то как бешеный, а тут лицо спокойное. Я смотрю, думаю, это вы узнаете? Я говорю, да узнаю, нет. Ну спокойно, а там какое-то бешенство. У меня такая мысль была, что у него это родилось именно в тот момент, когда он видел любимый Степанов. Да. Вы, сестры, по одной не ходите, дожидайтесь. Я вот сегодня хотел забыть, сказать, на следующее скажите. По одному не ходите. Дожидайтесь всегда на Ленинском. Вдвоем пусть ходят. Подявите на следующее, чтобы не нападали. Что-то здесь все. Мусульманки все по пять человек ходят. Даже по одной. Сегодня с Аклакова одна опять идет, темнота. Мы ее уже выговорили, ладно? Так она, главное, от нас мы-то ее ждали, а она от нас по другой стороне, вот по той прошла. И всегда ходите вот, где напали на нее, по этой улице и ходите все равно. Не меняйте, по одной, по Ползуновой. Только по Ползуновой, до Ленинска, всегда по одной улице ходите. И еще, Игорь Тихонович, объявите, у кого машины. Они здесь проезжают. Они пусть едут вот по Ползуновой, на машине заезжают. И бабушек будет подбирать. А у нас здесь было уже всегда объявлено. Только по Ползуновой. Они все оттуда, по Комсомольскому заезжают. Вот где грабят, по этой улице пусть и ходят. И не поют. А на ползуновой, по этой улице не заезжают. Это только Игорь и Сергей Тунков. А вот там бы по шелтой улице. Или еще Севастьян тут проезжает. А я не стала. Я совершенно не знал, правильно. Я совершенно не знал, правильно. Я уже не раз объявлял об этом говорить. Здесь ходите и ездить по одной улице. Да. И толпой. Вот толпой. Какие неприятности, все равно лезут. Игнат Тихонович, пусть она скажет. Вот у меня знакомая в Тольменке. Она была у католиков. Ходила к католикам. И у них тоже с сестрой. Вот один в один случилось. Она была богатенькая, эта сестра. И тоже шла в храм. Недалеко от храма. Напал на нее цыган. И тоже ударил по голове. И отобрал сумку. И чем там закончилось, я не знаю. Но батюшка не говорит. Что, зачем ты так одеваешься богато? Не надо богато одеваться. Да. Не давайте повода, ищущим повода. Тоже замечание верное. Да. И она сказала. Если вот ты будешь ходить в храм, я заберу заявление. И он ходил потом. Раз за три год пришел в храм. Но этого достаточно. Хоть он знает теперь, что нужно делать. На кто пришел убийца? Да. А как, по-моему, узнал? Как его поймали? Нет, она его простила. Ну как пришли прощать, надо его как-то поймать или... Она с ним поговорила. Когда он ее разделал, она выстала? Потом, наверное. А как потом? Я точности не знаю. Я точности не знаю. Но это не сходится так. Обычно они сорвутся, и скорее ноги дай в руки удрать. Они жили там рядом, цыгане. Они, наверное, к ним сходили. Не могу сказать. Я знаю только, как грабят. Потому что она говорит, я заберу заявление, если ты будешь ходить в храм. Она неверующая. А этому сколько твоему в проявле? А я не знаю, сколько. А батюшка правильно сказал, не надо нам одеваться вызывающе, чтобы на нас не нападали. Тоже замечание. Да. А зачем у тебя норковые шутки делали? А у тебя тебя не ведет. Ты не завидуешь. Я не завидую. Вообще нет. Так, ну что, закончили? Еще ты. А дэй тоже мерят. Молитесь. Спасибо. Достойно истекало истину, блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения с Ерафи, Без искления Бога, Слова ручшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Знаете, хочу помолитесь. Выбищи наш Отец Небесный, мы прославляем Твое святое имя, Дивные дела Твои, которые Ты совершаешь со всеми людьми. Такое обилие благ Ты явил нам. Ты помог создать общину. Ты нашел людей, любящих единение, Имеющих общение друг с другом, Чтобы ходить во свете лица Твоего, И дабы исполнилось обещание быть омытым кровью Твоей, Пречистой. Хвала Тебе. Распусти нас с миром, И сохрани от недобрых людей лукавых духов. Тебе, Боже, слава, Хвала, Счастье и поклонения, Отец, Сынный, Святой Дух. Аминь. Богу слава. Мы сегодня уже молились. Во веки слава. Отец, Сынный, Святой Дух.